В правом углу ринга Николай Валуев и люди спорта на Спорт.ФМ Первый раунд Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья, любители спорта Как всегда у нас в передаче, ну, ваш покорный слуга Николай Валуев И сегодня будем, наверное, все-таки говорить о летних видах спорта Тем более, что и проблем в этом виде спорта накопилось И хотелось бы узнать, как их решать Тем более, что наш гость знает, как их решить И более того, активное участие в решении этой проблемы участвует Но все-таки будем говорить сегодня о нем самом О том, как складывалась его спортивная карьера, с чего Я больше не буду вас держать, так скажем, нетерпение Представляю вам нашего гостя Двухкратного бронзового призера Олимпиады в Пекине Призера чемпионатов мира и чемпиона Европы Гимнаста Антона Голодцузского Антон, здравствуй Здравствуйте, Николай Можно на «ты», потому что мы все здесь спортсмены Я понимаю, разница возраста и воспитание, все отлично Ну, если будет желание, абсолютно спокойно Тем более, у нас, дорогие друзья, была возможность уже с Антоном пообщаться И немножко пообщаться с его очаровательной супругой, которая тоже присутствует сегодня здесь, смотрит, как мы общаемся через такое большое стекло И наверняка очень переживает за Антона, но давайте, все-таки Антон, первый вопрос, который всегда мы задаем нашим гостям С чего начиналась их спортивная карьера и почему гимнастика в вашей жизни вот заняла столько времени и, кстати, занимает, но об этом чуть попозже Попал я в гимнастику так, что я рожден был в СССР и в 89-м году Это как у Газманова Хорошая песня Да, можно сказать и так И в 89-м году, когда я был в детском саду, приходили тренеры со специализированных школ гимнастических и отбирали детей И, естественно, я как маленький, крепкий паренечек, я сразу же прошел этот отбор и меня взяли Я помню до сих пор, я подтянулся на отборах 10 раз сам, мне было 5 лет Вот я в свое самое лучшее время подтянулся, по-моему, 11 раз И только в очень позднем возрасте, там далеко за 30 мне уже было Проблема была в школе, вот помню точно, что гимнастика в школе всегда была таким, ее вставили даже во главу угла У нас как минимум несколько уроков всегда посвящалось гимнастике Вы, наверное, там всегда блистали? Ну, гимнастика, да, на самом деле гимнастика это круто, что она раньше была в школах, я не знаю сейчас, есть ли она Но хотелось бы, чтобы она присутствовала, потому что гимнастика это базовый вид спорта Что говорить базовый? Это не только базовый вид спорта Гимнастика это вообще база для всей жизни, дальнейшей для человека Потому что даже когда рождается ребенок, он уже начинает сам по себе заниматься гимнастикой То есть он перекатывается с животика на спину, пытается присесть Тем самым он закачивает свой мышечный корсет И тем самым он мышцы подготавливает для того момента, чтобы в дальнейшем уже встать на ноги И потом уже побежать и так далее То есть гимнастика это очень серьезный вид спорта, который дает людям в дальнейшем, в дальнейшей их жизни Чувствовать себя полноценным, легким человеком Вот может быть какой-то практический совет для всех абсолютно без исключения Какие гимнастические упражнения лучше всего в молодом возрасте начинать делать? В конце концов это пригодится в жизни Спасибо, Николай, за вопрос Сдавать даже ГТО, допустим Да, потому что на самом деле обидно, что про гимнастику стали забывать И гимнастику, когда люди слышат слово гимнастика, для них кажется это травмы, это переломы какие-то, это ушибы Но это не так, потому что есть профессиональная гимнастика, есть обычная гимнастика И я бы посоветовал бы заниматься всем абсолютно, и детям, и взрослым Просто делать гимнастическую разминочку небольшую, разгонять кровь, также наклончики какие-нибудь, растяжечку и так далее И после этого уже можно пойти облиться холодной водой и с чувством выполненного долга пойти на работу с хорошим настроением Сначала гимнастика, затем обливание, затем работа С работы приходите, снова, значит, гимнастика, обливание и спать Хороший режим спортивный Вы родились в городе Северске, в общем-то он сам по себе не гимнастический, в отличие от Владимира, Ленинского, Кузнецкого Вот что помогло вам стать достойным спортсменом, войти в сборную, успешно выступать на престижных соревнованиях? Ну, если честно, это была для меня мотивация добиться каких-то результатов и уехать из этого города Город хороший, чистый, Томская область, мне нравится все, но я не видел там для себя никаких перспектив Потому что все-таки в столице больше возможностей, здесь суета, все должны работать, чтобы здесь жить Тут ты должен постоянно шевелиться, должен зарабатывать А там как-то более так спокойно, тихо, все это не для меня И поэтому я ставил себе цель добиться результатов и уехать в столицу И здесь уже, будучи профессиональным спортсменом, добившись уже высоких результатов, я понял, что мое все-таки это спорт Даже после окончания своей карьеры я нахожусь около спорта Вот это понимание рано пришло, что нужно, конечно, ехать туда, где гимнастика более развита Ну, на самом деле, я это понял буквально, наверное, после класса 10-го Потому что до 10-го класса меня заставляли У меня тренер постоянно приезжал домой, жаловался родителям Я раньше не очень ответственно подходил к спорту Но когда у меня стало получаться, я стал завоевывать первые медали, первые награды Когда я выиграл чемпионат Европы первый Я только тогда понял, что действительно мне это надо, это мое Когда я получил какие-то деньги, я знаю, что я эти деньги не прошу у родителей Для того, чтобы сходить в кино или погулять в парке, покататься на аттракционах Я деньги зарабатывал сам с 14-летнего возраста И для меня это было очень здорово И я понял, что я буду добиваться высоких результатов для того, чтобы зарабатывать Чтобы отстаивать честь нашей страны на международной арене У нас часто гости вспоминают своих наставников Для кого-то они становятся вторыми родителями Можно сказать, что кто-то для тебя стал? Да, конечно, безусловно, это мой любимый тренер Леонид Юрьевич Абрамов Леонид Юрьевич, если вы меня слышите, я вас люблю Его передадут обязательно Да, и это очень хороший человек Это, можно сказать, мой второй отец Потому что в 11 лет я начал ездить на спортбазу «Озеро Круглое» Это спортбаза, где тренируется сборная России И меня долго-долго не брали Года три, наверное, меня не брали в сборную И я, ну, не ставили на смету И я ездил за свой счет И маме приходилось работать на трех работах Чтобы меня вывезти А у нас на спортбазе в то время был день проживания Это как мамина месячная зарплата Ох, вот маме пришлось погонять Да, маме пришлось попотеть, поработать Спасибо маме огромное Я тоже ее безумно люблю Ну, тем не менее, меня тренер туда вывез Я, наверное, самый большой момент промежуток Когда я не летал домой Это было месяцев 7-8 Чтобы экономить деньги Потому что ездить на поездах с Томска до Москвы Это очень долго Из формы вылетаешь И я оставался в межсборе на Круглом озере Я сидел там Ждал, когда все ребята слетают домой Отдохнут, восстановятся и прилетят обратно А я тренировался, набирался сил Набирался опыта И спустя года три Меня заметил Леонид Яковлевич Аркаев Это бывший гостренер Вот, очень хороший человек Леонид Яковлевич, вам тоже огромный привет И я сделал очень сложный элемент на брусьях В тот момент, когда вот Леонид Яковлевич Аркаев Приехал на сбор И он меня увидел, подозвал к себе Спросил «Мальчик, ты откуда?» Вот я сказал «Я из Томска» А этот элемент, который я выполнил Еще никто не делал в сборной Вот это, наверное, очень важно Да, и причем это был суперсложный элемент И меня спросил Леонид Яковлевич Какого я города Сколько мне лет И спросил меня Стою ли я на смете Я сказал, что меня уже Года три не берут Не ставят И, естественно, тех людей Которые ставили И вносили в список сборной Он их наругал Мне сразу же выдали экипировку Меня поставили на смету Я стал его любимчиком Но это не значит, что я стал любимчиком И мне все позволялось Но я тренировался, как все Я тренировался больше даже, чем все Потому что, если ты любимчик Ты должен оправдывать свои надежды Тренировался, выкладывался на все 150% из 100 Я даже не помню, как засыпал даже по вечерам То есть уставали настолько, что Ты приходишь в номер У тебя голова не успевает ложиться на подушку И ты уже спишь Ну, я, насколько помню, у гимнастов День такой, тренировочный Он состоит практически из четырех тренировок Это очень большая нагрузка Три тренировки в день было, да, у нас Но мы с утра до вечера взяли Можно и сказать, да Да, целый день Дорогие друзья, буквально через несколько минут После паузы мы обязательно вам расскажем Уже ту часть спортивной эпопеи С Антоном Голосуцковым Когда он являлся членом сборной Команды России по гимнастике Не уходите Мы сейчас вернемся Николай Валуев Люди спорта На Спорт.ФМ Второй раунд Приветствую вас, уважаемые друзья Любители спорта Как всегда Наша программа идет Все для вас Мы приглашаем очень интересных спортсменов Удивительных людей Которые действительно многого достигли В спорте Являются иконой Для многих Для многих И на них сегодня равняется молодежь Поэтому, если кто-то только что подключился Я напомню, что у нас в гостях Гимнаст Антон Голосуцков Двухратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Антон, еще раз Здрасте Вот как раз Мы вплотную подошли В той истории Когда уже Надо было выступать За сборную И это было заслужено Абсолютно И форма И прочее Нам-то Рожденным в СССР Вот эта аббревиатура У тех, кто Когда-то СССР Теперь Россия Особое значение имеет Да, были соревнования Чемпионата мира и Европы Вот здесь поподробнее, наверное И, конечно же Первая Олимпиада Участником которой Довелось быть Это, по-моему Афина, да? Вот очень бы хотелось Услышать об этом периоде Ну, я продолжу с того Что, как я попал в сборную Меня отобрали То есть, это уже получается Десятый-одиннадцатый класс И вот с этого момента Я понял, что гимнастика Это мое Это здорово Меня только взяли В состав сборной команды Я сразу же Через месяц Я поехал на чемпионат Европы Я его выиграл Я второй был в многоборье Я выиграл опорный прыжок Я выиграл вольные И на кольцах У меня, по-моему Была бронза Ну, вопрос все-таки сразу Тогда Любимый конек Сразу Любимый конек Это Знатоки знают Вольный и прыжок Вольный и прыжок Да, те снаряды На которых я в дальнейшем Уже на протяжении Десяти лет После Алексея Немова Заработал медали В тот момент Когда я заработал Медали на Европе Я понял, что действительно Гимнастика Это вся моя жизнь И я вошел во вкус И с этого момента Я начал Прогрессировать Очень сильно То есть Я заработал Медаль на Европе Потом я поехал на Европу Уже в основном составе В сборной С этого момента У меня пошли Чемпионаты мира И первые олимпиады Для меня были Афины Мне было всего лишь 18 лет И у меня Тряслись поджилки Скажу честно Скрывать не буду Я не спал Наверное Неделю До старта Потому что Я знал Что я могу Быть в тройке На своих снарядах Но мне помешал Мандраж Потому что я сломал Палец на брусьях И было очень обидно Я помню Я тогда еще Будучи юным спортсменом Я тогда Обиделся на весь мир И я начал говорить Что я заканчиваю Гимнастику Это не мое Все Я не буду Я пойду работать Обычно Даже не тренером А просто я уйду работать Начну учиться И буду зарабатывать деньги В других местах Но просидев После олимпиады Полгода Дома Естественно Не найдя ни работы Не получив Образование Я вернулся Ну скажем Я и не уходил Но я пришел в зал И тренер мне мой Сказал Леонид Юрьевич Абрамов Ну что Все нагулялся Давай начинать Готовиться Уже следующий цикл Он должен быть твой То есть Уже более ответственный Возраст получается Там 19 лет 20 И как бы Этот твой Пик должен быть Вот не могу Не вспомнить тот случай С Алексеем Немовым Он как-то вдохновил Его поступок Все-таки Конечно Несправедливо Судьи поступили По отношению к нему Леша Леша был моим кумиром Я когда попал в сборную Увидел его первый раз Я с ним поздоровался За руку И я думал Что все Я теперь тоже буду 100% олимпийским чемпионом Потому что От него Очень классная Положительная энергетика идет Ну в дальнейшем Естественно Мы уже Начали выступать В одной команде И на чемпиаде мира Мне удалось выступить С Алексеем Немовым Причем отборочный чемпионат мира Как раз В Афины И в Афинах Мы с ним выступали И будучи Когда Алексей выступал В финальной перекладине Когда произошла Вся вот эта история Я также сидел Болел за Лешу И мы также все кричали Леша в очередной раз Всем доказал Что он Просто лучший Спорт-ФМ Прошло После этой олимпиады Где-то 4 года 4 тяжелых года Наступила Та самая Знаменательная Олимпиада В Пекине Где В общем-то Две бронзовые медали Которые ты взял Были по сути Единственными В копилке Сборной Мужской И женской Тоже Это конечно Дорогого стоит Никто этого Никогда не забудет Вот наверное Стоит уже Поговорить об этом Тем более Я именно В этом качестве Представил тебя Ну да На самом деле Вот этот Послеолимпийский Первый цикл Послеолимпийский Для меня Был тяжелым Потому что Алексей Немов Капитан команды Закончил гимнастику И у нас Остался Николай Крюков За старшего Ну и естественно Мне уже было там 21-22 года Я уже тоже Стал уже далеко не мальчик То есть я стал взрослеть Да И наступать Старшикам Скажем так На пятки Я начал выигрывать Многоборья В общем я Можно сказать Встал на место Алексея Когда Алексей ушел И вот для меня Было очень тяжело Потому что Многие меня не воспринимали Не воспринимали Почему? Потому что Я всегда такой Добрый Отзывчивый Всегда люблю Пошутить Поприкалываться в зале Рассказать какой-нибудь Анекдот Чтобы разбавить Вот эту напряженную Обстановку Потому что Много гимнастов Которые Тренируются С утра до вечера И зацикливаются Вот на каких-то снарядах У них потом Нет прогрессии никакой И я Этот момент Пытался всегда Разбавить То есть я Кусочек своей энергетики Отдавал каждому Спортсмену в зале Меня безумно любили А многие меня Из-за этого Недолюбливали Потому что Может быть Какая-то зависть была Может быть Ну именно тренеры И настал момент Значит После Афинской Олимпиады Проходит три года И наступает время Отборочного чемпионата мира Перед Пекином 2007 год Штутгарт Мы едем туда На замечательную команду Я в отличнейшей форме В 2007 году На Европе Я взял золотую медаль И я уже ехал Поддерживать тот статус И естественно Идет разговор Со старшими тренерами Старший тренер Говорит Значит Сборником Гимнастам Что ребят Вы должны Попасть В финал Ну в восьмерку То есть вы должны Отобраться на Олимпиаду Естественно Для меня это было Возмутимо Потому что Как нам Гимнасты мирового уровня Ставят задачу Попасть на Олимпийские игры Ну это безусловно Потому что Олимпиады Это самое важное Что может быть Для спортсмена Ну Как бы На это закрыли глаза Все начали Готовиться активно Уже подходит момент Соревнований И в первый день У нас Три спортсмена Травмируются В том числе И я Я ломаю ногу Плюсневую кость На первом же снаряде И получается так Что выступать некому А мы выступали Сейчас отборочный чемпионат мира У нас в команде выступает Четыре гимнасты выступают Три идет в зачет А у нас Три спортсмена Травмируются То есть выступать Что делать Да все То есть мы автоматически На Олимпиаду не попадаем И тут я встаю И говорю Что ребят Я буду прыгать Со сломанной ногой Вольные упражнения Мне нужно было Получить минимальную оценку И в общем Беру огромную ответственность На себя Но у меня не было выбора Просто Потому что Если б я не выступал То сборная России И бы в Пекин На Олимпиаду не поехала По гимнастике И тоже была такая история Я сейчас ее вспоминаю На самом деле жутко Мне надавали Обезболивающих таблеток Разных Но они вообще не помогали Абсолютно На ногу Я наступить не мог И подошли Вольные упражнения У нас Я вышел на ковер Я сочинял Вольные на ходу Со мной бегали По периметру ковра Тренер Который мне подсказывал Что мне делать Боль была такая Что у меня пот Солба Он не тек А он прямо брызгал Вот Ну я не знаю Это не передать И в зале Была 40 тысяч человек В зале Была гробовая тишина Вот Мне кажется Каждый человек В зале Слышал мое дыхание Но это было На самом деле Жутко Я сделал вольные Я не упал Я их сделал На одной ноге Просто Это было ужасно И когда я спускался По мосту Я потерял сознание Ненадолго Потому что Ну Болевой шок Это было дико Я понимаю Я понимаю Что это такое Я получил оценку Мне нужно было Получить 12 баллов Я получил 12-350 И сборная России Попала На Олимпийские игры Ну и после этого Естественно Мне Бог воздал И я взял Свои Две бронзы В Пекине Уважаемые друзья Такая же Гробовая Сейчас тишина Как вы понимаете Была в студии Потому что Я не мог Нашего гостя Прервать Потому что Не так часто Слышишь Вот эти истории Хотя Может быть Кто-то даже И скрывает Потому что Спортсмены Зачастую Терпят боль Лишение Перелома Траммы Это сопутствующие Такие вещи Успеха Любого успеха Большой труд И вы И вы Очередной Раз Понимаете Что За это Можно Уважать Об этом Можно и Нужно Рассказывать И конечно На этом Примере Должны Расти Молодые Будущие Спортсмены Которые В свою очередь Потом Поднимут Флаги Нашей страны На самый Высокий Перестал Мы Прерываемся Дорогие Друзья На рекламу На новости У нас Еще целых Два раунда Большого Длительного Разговора С Антоном Голосуцкого Не уходите По углам И удачи Люди Спорта На Спорт.фм Третий Раунд Вновь Люди Спорта В студии Кто-то Если Подключился Напоминаю Что У нас В гостях Гимнаст Антон Голосуцков Двухратный Бронзовый Призер Олимпиады В Пекине Который Нам В предыдущем Сете Можно так Назвать Рассказал Как раз О Той Неимоверной Цене Которой Должен Платить Спортсмен Чтобы попасть На Олимпиаду Антон Еще раз Здравствуйте Здравствуйте Николай На самом деле Все-таки Олимпиада В Пекине Две вот этих Бронзовых Медали Которые вы Завоевали Была Неудовлетворенность Какая-то Или что Все-таки Любая Олимпийская Медаль Это не только Труд Это огромная Награда С которой В дальнейшем Очень даже Не стыдно Рассказать Не только Своим детям Но и Прийти И показать Ее народу Сегодня Эти медали Просят показать Ну редко У нас Мои медали Лежат дома На видном месте Вот Но у нас С супругой Редко бывают гости Потому что Мы очень Много работаем Последнее время Но когда приходят Конечно Интересуются Спрашивают Я показываю Доча Настя Доча Видела Она их И одевала И примеряла И в данный момент Она и сама Завоевывает Медали у меня Вот Я ее отдал Сначала Также Спортивную Гимнастику Она Позанималась Два года И теперь Занимается Художественной Гимнастикой Браво Вот Вот что Может Сделать С человеком Две Бронзовые Отдавая Отдавайте Детей Спорт Потому что Спорт Это очень Важно Конечно Отдавайте Но к этому Еще раз Попозже Мы вернемся Обязательно Тем более Что Антон Очень сильно Пропагандирует Вот этот Принцип Отдавайте Отдавайте Детей И мы Кстати Расскажем Куда Можно Отдать На гимнастику Детей Причем Именно К Антону Чуть Из той Истории Когда Рано или поздно Каждому Из нас Приходит Понимание Что карьера Должна Заканчиваться Хотя После Пекина Было ведь Еще много Соревнований До 2012 Года Которые Не менее Были Ну Чуть менее Значимы Чем Олимпиада Конечно Но Тем не менее Они были Тоже Медальные И В какой Момент Пришло Осознание Что Пора Заканчивать И Может быть Причина Была веская Или Просто Пришло Время У меня После Олимпиады Еще Три года Было Таких Медалей Емких Я Три года Завоял Медали На мире На Европе Не раз После Олимпиады В Пекине У меня Наверное Медалей Шесть Минимум Еще На международных Стартах Вот А Последний Чемпионат Европы 2012 Года Как раз Перед Моим Завершением Карьеры Это Такая Тоже История Я поехал На чемпионат Европы Был Очень Хорошо Готов Я готовился К Олимпиаде В Лондон То есть Я готовился К Лондону Я шел И я был Капитаном команды Там уже Как бы Все старички ушли Я уже сам Стал старичком И у нас Я один остался Уже не черпак Уже такое Да Да Практически дембель Я один был в команде Кто был взрослый Остальные Были ребята 18-летние 20-летние И значит Последний чемпионат Европы Болит нога Естественно Болит все Та самая Да Та самая Старая добрая нога Вот Я попадаю в финал На свой конек Естественно Это опорный прыжок И вольные упражнения И на приземлениях Я начинаю беречь ногу Чтобы до конца Ее не дорвать Ну естественно Не получается Поймать доскок Вот Я что на вольных Что на опорном прыжке В общем Я не попал В тройку Лучших Ну Это не беда Я в тот момент Не расстроился Мы вернулись в Москву Я начал готовиться Активно к Олимпиаде А еще На этом чемпионате Европы Я выступал за команду И делал перекладину И я там сорвался Первый раз за 10 лет Я упал с турника На чемпионате Европы И видимо Что-то себя повредил Спорт-ФМ Мы приехали в Россию Я прошел углубленный Медицинский осмотр Перед Олимпиадой Я получаю допуск И в этот же день Я приезжаю домой Со своей любимой супругой И перед тренировкой Мы садимся покушать Чтобы я успел А я жил Около спортбазы Рядом В городе Лобня Мы садимся кушать И мне простреливает спину Так что Я падаю в оморок Я весь мокрый Насквозь Короче я все Я не чувствую ног И со мной Еще у меня дома Помимо супруги Еще был мой товарищ По команде Константин Плужников Чемпион Европы На кольцах В 2007 по-моему году Ну естественно Они оба испугались А я все Я вот так лежу И пошевелиться не могу Меня Костя поднял на руки Отнес в спальню Прострелил в спину так Что ну это Не в сказке Сказать не пером И писать Ну я естественно Понимаю что До свидания Олимпиада Но мысли были уже Даже не олимпиаде А о дальнейшей жизни Потому что Ну я не чувствовал Но к мне зажало Там видимо нерв В общем меня В этот же день собрали Я позвонил Соответственно гостренеру Я позвонил Своему тренеру Они сначала Это воспринимали Как будто Ну знаете Как будто это неправда Или как-то Ну даже И вчера же он Ходил улыбался Ну да да Даже не вчера Да вот сегодня То есть это в один день Все в миг произошло И пока меня не отвезли В больницу Мне начали делать Разные МРТ Снимки Там специальные врачи Приходили То есть мне долго Не могли поставить диагноз У меня был разрыв связок Прикрепления к позвоночнику Поясницы Плюс грыжа Смещение В общем зажало нерв И в общем я не мог ходить вообще Супруга Со мной в больнице лежала Две недели Вот Было жуткое время Я думал Что ну все Так на всю жизнь останется То есть я даже на костылях Стоять не мог Руки шевелились Все Сил было много В руках Но остальная половина Практически не работала Но без каких-то Ощущений таких Тактильности Особенно Да 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 Не было Было очень жутко И слезы И все И вот Жена меня обхаживала Ухаживала Выгребала из-под меня Ну как бы сейчас Я могу это вспоминать Со смехом На самом деле У меня большой опыт И спасибо Моей любимой супруге Верочка Я тебя очень сильно люблю Вот Это золотой человечек Меня не бросил Ни на шаг от меня Не отходил Выхаживала меня просто И спустя Там две Три недели Я начал Более-менее Вставать на ноги Но Еще не было Нормальных ощущений Спортивных Я лежа в больнице Я держал Диету строгую Я все равно Думал до последнего И надеялся Что я Поеду в Лондон И я выписался из больницы Меня обкололи блокадами Там всем чем можно Я пришел в зал И вне тренировок Пока все у нас Поехали на чемпионат России Отборочный Перед Олимпиадой уже Чтобы определить состав Сборной Вот Я со своим личным тренером И супругой Вне тренировочное время Тренировался И хотел все-таки попасть Ну и потом Соответственно Я узнал От корреспондентов Что я на Олимпиаду Не еду По телефону То есть я узнал Даже вперед Чем меня Старшие тренеры Об этом предупредили Может быть все-таки И не стоит их судить За это строго Потому что Та история И самые худшие опасения Которые были В момент нахождения Больницы Могли стать явью Да Я согласен Полностью Но Это жизнь Так и должно было быть Да Они приняли свое Ответственное решение Может быть все-таки И слава богу Это к лучшему Потому что Если бы даже я поехал Представляете Если бы что-то могло произойти Я бы подвел команду Это Я бы себе не простил Вот Вот Поэтому Наверное Они приняли это решение По той простой причине Что спортсмен Ну я даже Вот Если говорить о бойцах Да То есть Нормальный Уважающий себя боец Никогда не скажет Тренеру Я не могу Конечно Все-таки Это зависит от самого тренера Он должен Поймать тот момент Когда надо прекратить бой Остановить карьеру Ради того Чтобы человек Просто полноценно Дальше жил Да Жил Жил, ходил И радовался этой жизни Ну что ж Еще у нас есть Очень много интересных тем Которые мы сейчас Буквально спустя Несколько каких-то минут Обсудим Вам дорогие друзья Я желаю Все-таки Не скучать Потому что Эти минуты Пролетят очень быстро Николай Валуев Люди спорта На Спорт-ФМ Четвертый раунд Я еще раз Приветствую всех тех Кто остался с нами Потому что Мы сегодня Как всегда Рассказываем О очень интересных Спортивных судьбах И в гостях У нас сегодня Гимнаст Антон Галацузков Который На протяжении Уже 45 минут Об этом Очень интересно Нам всем Рассказывал И еще есть Некоторое время Для того Чтобы рассказать Как спортсмены Находят себя После Вот Кстати Это я Очень люблю На эту тему Наших гостей Расспрашивать Как Бывшие спортсмены Хотя бывших Не бывает Находят себя После Окончания Своей спортивной Карьеры И вот Мне кажется Что у Антона Это прекрасно Получилось Тем более В самом начале Нашей передачи Я немножко Анонсировал Что разговор Обязательно Об этом пойдет Но дальше Все-таки Антон Расскажет Потому как Многие Антон Спортсмены Открывают школы Становятся Спортивными Функционерами Но некоторые Уходят в шоу-бизнес В конце концов Те Которые Следуют Поговорки Под лежачей вода Камень Вода не течет Судя по всему Ты абсолютно Такой же человек Ты верен Своему принципу И не только Остался очень Разносторонним Юморным Но и Сумел открыть школу Кажется Олимпионик В Москве Да Моя школа Называется Олимпионик Кстати Давай Сразу Мне очень интересно В эту школу Могут абсолютно Все прийти Но в основном Она для детей У нас школа Туда ее могут Пустить абсолютно Любые люди От полутора лет И до 100 До 120 Без проблем Ну пока Ну хорошо Наверное Это войдет Кто будет Самый молодой Это надо будет Обязательно Некий рекорд Поставить И по тому Кто пойдет Самый Ну скажем так Умудренный опытом Я не говорю никогда Старый Это тоже будет Некий рекорд Я желаю тебе Желаю тебе Чтобы именно Такие рекорды Школа поставила То есть все-таки Занятия Они по какому Принципу Ведутся Как ты вообще Пришел к этой мысли Что надо Открывать школу И насколько Кстати Трудно Тебе дался Вообще Этот проект Жизнь после спорта Она на самом деле Очень сложная И я долго После окончания Спорта Метался И не знал Чем заниматься Потому что В тот момент Я и насытился Гимнастика И травмы И все другое Пятое-десятое Было очень тяжело Куда я только Не старался Пойти Ну сложно Сложно Не мне вам объяснять Что профессиональному Спортсмену Оказаться На месте Обычного Земного жителя Это можно сравнить Как Маленький ребенок Остался Потерялся в мегаполисе Ну немножко Как бы не в свои тарелки Конечно Было очень тяжело И я переживал Очень такие моменты И было время Что и денег На хлеб не было Потому что нет работы А семью нужно кормить Да Было очень жутко Тяжело Я возвращался в Томск Пытался в Томске Себя найти Мне там Чиновники обещали Помочь Наладить бизнес И так далее Открыть школу Но Томску это Скажем так Было не нужно Ну надо Должны в Томске Все-таки тебе Дали возможность Участвовать В эстафете Олимпийского Да Спасибо Это Это круто Спасибо им за это Ну давай все-таки О школе Этим я горжусь Да Вот И в итоге я Посидев в Томске Наверное С полгода Я вернулся в Москву Устроился на работу Единственные люди Кто мне помогли После окончания спорта Спасибо большое Виталию Чмутко Если вы меня сейчас слышите И Кравцов Александр Михайлович Это те люди Которые мне бросили Круг утопающим Действительно И они мне Очень сильно помогли Я никогда не забуду Эти поступки Это было очень здорово Вот Но тем не менее Время прошло Круг кинули Я выплыл на берег И пошел сам Вот С супругой И начал Думать Искать спонсора Это очень дорогого Стоит на самом деле Потому что Когда у тебя есть Олимпийские медали Ты вроде бы известный Человек Но Спортсменов быстро забывают Это жизнь Статистика Поэтому надо быть Всегда готовым Кстати В тот самый момент Когда ты взобрался На самый высокий пьедестал Наверное Это я сейчас Обращаюсь ко всем Надо всегда знать Что Все когда-то Конечно Рано или поздно Проходит Всегда Вот этот запасной аэродром Нужно Нужно готовить заранее Ну как Знаете Эту историю Про саночки Да Спорт-ФМ И все-таки удалось Найти помещение Я так понимаю В Москве Да А где это находится Это находится На улице Автозаводской Метро Автозаводская Корпус 12 Улица Автозаводская 23 Корпус 12 Да Бывший завод ЗИЛ У нас сейчас там Открылась школа Олимпионик Она лучшая в Москве У нас потому что Направление Не профессиональная гимнастика У нас дети От полутора лет И я повторюсь И до ста лет То есть у нас Для каждого человека Найдется чем заниматься То есть дети у нас Занимаются Оздоровительной гимнастикой Спортивной У нас есть гимнастика Художественная Акробатическая Эстетическая Семейная Все тренировки Проходят в игровом виде То есть детям Это интересно У нас там Групповые занятия Дети Занимаясь у нас Они учатся Общаться Со сверстниками Не стесняться Взрослых Соответственно И плюс Они приобретают Мышечный корсет Мы им развиваем Вестибулярный аппарат Мы даем им растяжку Мы даем им Кучу Позитива Очень много Положительных эмоций И детям С музыкой происходит Да И с музыкой У нас все У нас гимнастика Это начало Начало Любого вида спорта И те родители Кто хотят отдать Своего ребенка Там хоккей Футбол Неважно Борьба Бокс Все равно Я бы рекомендовал На первой стадии С пяти лет Кому не жалко Своих детей Можно и с полутора Потому что Почему говорю не жалко Потому что Многие К сожалению Смотрят на это И кажется Что вот страшно Да Многие у нас Чересчур сильно Оберегают своих детей И боятся Их перенапречь Вот я сейчас Работаю тренером Три года получается После окончания Своей карьеры Попадаются разные Ученики На самом деле Есть дети Которые Допустим С нянями приходят Да И которые Рассчитывают Больше на няню Чем на себя Я говорю Ну нянь же Вместо тебя Подтягиваться Не будет То есть Родители Да Забаловали Все равно Нужно давать Детям своим Нагрузку Мы же их Не перегружаем Это все В игровой форме Мы их учим Лазить на канате Мы их учим Падать правильно Потому что Дети Как правило У нас Последнее время Рассеянные Они могут В стеклянную дверь Войти Да Сяк плечом Травмироваться Или упасть Неправильно Сломать на прямом месте Руку Ой друзья Я все эти слова Подтверждаю Потому что Вот все эти шрамы Вот на моем Старшем сыне Можно вот так считать Просто И я говорю Гриша Ну почему же Ты такой неуклюжий Ну большой Но все равно Зачем же ты туда-то полез На ровном месте То под ногу подвернет То что-нибудь поломает Там растянет Мне кажется Бесконечно Бесконечно Это продолжается Вот у тебя наверное От этого неумение По большому счету Сконцентрироваться Сгруппироваться Правильно Да Да Гимнастика Она развивает Еще и внимательность То есть мы же не просто Там делаем Какие-то мостики Шпагаты У нас Также есть Эстафеты Разные То есть мы развиваем Все физические Спортивные качества Ребенка Ну и человека В данной ситуации Да Будь это ребенок Будь это взрослый человек И это в жизни Очень пригодится Потому что в жизни Бывает все Вдруг там злая собака Бежит Человек должен Успеть среагировать Забраться на забор Образно говоря Да Чтобы мы там Не откусили часть тела Или какой-то пожар Там с балкона На балкон Перелезть Или там правильно Упасть Подстраховаться Чтобы подскользнулся Там не сломал себе Копчик И так далее Это очень важно Потому что жизнь Она 21 век Она кипит Кружит И надо быть На чеку Все время Тем более И водители И все у нас Бывают Аккуратные Неаккуратные И так далее И еще я хотел бы сказать Что у нас В данный момент Пока идет Набор групп У нас первые тренировки Они проходят Совершенно бесплатно Если можно Я вот скажу Можно и нужно Кто заинтересовался Да, я продиктую Номер телефона По которому Можно записываться На бесплатные тренировки Номер телефона 8495 7446 446 Еще раз 8495 7446 Звоните Записывайтесь На бесплатные тренировки И вы на самом деле Поймете Какой у нас зал И какой гимнастикой Мы занимаемся Вам очень понравится Вот видите Дорогие друзья Мы все-таки Решили С какого-то момента Что Спорт.фм Не только Рассказывает Об очень интересных Спортивных судьбах Но и Должен служить Некой информативной Площадкой Для всех Радиоуслушателей Потому что Конечно Нас очень много Мам Пап слушают Которые Наверное Должны знать Куда можно Сегодня отправить Своего ребенка Без страха и риска Где им займутся Настоящие специалисты Один из которых Вот В прошлом Совсем В недавнем Прошлом Великий Спортсмен Двукратный Бронзовый призер Олимпиады в Пекине Призер чемпионатов мира И чемпион Европы Гимнаст Антон Голодсуцков Антон Спасибо огромное Спасибо вам Николай Очень интересный Рассказ Учитесь Учитесь Ребята Давайте Дерзайте Следите за собой И самое главное Себя берегите До свидания Увидимся И услышимся Через неделю Дорогие друзья Дорогие друзья Дорогие друзья Дорогие друзья